Ну, вы уже знаете, что Шойгу освободили от занимаемой должности, поставили Белоусова, а Шойгу поставили на должность секретаря Совета Безопасности, а Патрушева откуда болели? Того самого Патрушева, про которого вам рассказывали аналитики, что он рулит всем. А я вам говорил, что он ни хера ничем не рулит, это ноль. Вот его выкинули, да, он очень просил, чтобы выкинули Шойгу. Да, ему сказали, слышь, мы выкинули Шойгу, да, правда на твое место, бойся своих желаний. Это очень прикольно, это классно, мне это очень нравится. Это вот, за это я и люблю этот мир, вот за такие вещи, просто превосходно. Да, и понятно, что должность секретаря Совета Безопасности, это нулевая должность. Шойгу вытащили, туда бросили, сейчас начнется развал там среди его барыг, да, те, кто там шкурил Министерство обороны и будет шкурить их Белоусов. Ну, только более уже системно, и там уже ни копеечки не останется, он все до последней нитки оттуда украдет. Пишут, что Патрушев сохранил свою должность президентом Всероссийской Федерации волейбола. Очень смешно, конечно, так и будет волейболец. Пишут, что Патрушеву освободили за переход на другую работу. Ну, посмотрим, какую работу Патрушеву найдут, это очень смешно. И Песков объяснил логику текущего кадрового решения. Здесь я хотел бы немного пояснить, сказал он журналистам. Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом вырос до 3,4%, а теперь 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны занимает ключевые позиции, так как Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов промышленности и так далее. То есть, он, видите, ответил на вопрос, главные деньги Министра обороны – это тот, который больше всех должен украсть. Вот, а поэтому нужно воровать системно. Шойка-то был просто обычный ворюга такой, ну, недоделанный алкаш, да, какой-то такой. Ну, там, хапнул здесь, больше просрал, а этот – нет. Этот Белоусов, он системно все вычистит, да. Причем вычистит в интересах Международного Организованного Преступного Сообщества, понимаете, да. То есть, это говорит о том, что Путин хочет прекратить войну и договориться с Украиной, но этого не будет, если Международное Организованное Преступное Сообщество будет получать еще большие деньги с войны. Да она вечно будет идти, тогда эта война. Поэтому Белоусов – это тот, кто это обеспечит. Помните, вот, как мне сын напомнил, когда про Белоусова сказали, он сразу мне напомнил слова Теодора Рузвельта о пользе образования. Он говорит, ну, это как раз тот образованный мужик, про которого Рузвельт говорил, что совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон, тогда как выпускник университета может украсть целую железную дорогу. Вот необразованный человек – это Шойгу, который товарными вагонами ворует. А Белоусов – это вот как раз тот самый выпускник университета. Так что, очень хотелось бы получить информацию, с кем Путин в последнее время общался. Потому что вот это назначение Белоусов – это результат общения близкого и прямого общения с Западом. То есть, очень хотелось бы выяснить, кто с ним общался. И это, когда мы говорим о том, что это такой шаг, вроде как, который не очень хороший для Китая. Но это не значит, что он хороший для Путина. Понимаете, Путин – это плохой игрок. То есть, чем отличается хороший игрок от плохого игрока? То есть, хороший игрок делает неожиданные шаги, которые приносят ему пользу. То есть, рад, чик, мочи, е-мое, ситуация настолько улучшилась. И качество у него, и темп, и все, да. А плохой игрок делает такие шаги, которые ухудшают. Да, они тоже неожиданные могут быть. Но они ухудшают его положение. Вот Путин сделал неожиданный шаг. Действительно, Белоусов вообще из-за одного места на лыжах выехал. Он так раз вот тут. Тух, на, вот будет, блядь, главный, главный Суворов. Там, кстати, дура какая-то написала в интернете, что Белоусов внешне похож на Суворова. Бля, как они любят у жопы лизать. Это вот выстрел в ногу себе. Путин просто себе выстрелил в ногу. У нас, значит, Белоусова молодец. Теперь Путин точно убьют. Потому что Международное организованное преступное сообщество убеждено, что в случае смерти Путина ничего страшного не будет. Тут Мишустин, тут Белоусов. Все прекрасно. Там правительство все, так сказать, псевдолиберальное. Ну, все правительство, смотрите, псевдолибералы. Так что Запад доволен. А вот Китай не очень, судя по всему. Очень интересная ситуация. То есть Шойгу убрали с министра обороны, и теперь он является просто военным преступником, абсолютно ничтожным. Его не сильно охраняют. И если он будет уничтожен никакой... И раньше, вы представляете, ну что, упоребили, а там какого-то на его место Суровикину поставили. Очень плохо. А сейчас же видно, что там Белоусов сидит. И это ничего не значит. Так что можно его актировать смело. Когда мне говорят на таких Белоусов, да, что они там и нашим, и вашим за деньги, вы знаете, ну они, конечно, и вашим, и нашим за деньги, но они с удовольствием служат тем, кому они уже служили. То есть международному организованному преступному сообществу. И обратите внимание, как работает эта система. Ну вот представьте, вот как борются с Путиным мопсы. Абсолютно никак. Вот могли бы сорвать инаугурацию Путина. Ну просто вот послали бы там дроны с Украины и все. Ну кто-то же воздействовал на украинскую сторону. Я не думаю, что военные сами решили. Там 9 мая не будем мы посылать. Им же жутко. Жестко сказали, ничего. Кремль не должно прилететь, ничего. В Москву ничего не должно прилететь. Аппарат победы должен пройти у этого дурака Путина. Зачем ему такие преференции делать? За что? Значит, это результат договоренности. Белоусов уже рассказывал Путину, как нужно, блин, воевать. Рассказал, что 100% двигателей производится в других странах, 90% пилотажного и навигационного оборудования. Все, что он рассказывал, из этого следует, что два года войны ни к чему не привели, то есть с точки зрения изменения военно-промышленного комплекса. И поэтому это намек, что надо дать очень много денег. Ну, понятно, Белоусову надо очень много денег. Он таким количеством, каким Шойгу удовольствовался, не будет удовольствоваться. Ему надо украсть все. Вячеслав, а каков теперь ваш прогноз по ядерной войне? А ничего не изменилось? Просто Путин все держит в своих руках. Он принимает решение, ударить или не ударить. И вот ситуация очень интересная. То есть, вот представьте, Путин примет решение ударить. А Белоусов, естественно, такого решения не примет 100%. Он не из тех, кто будет стрелять ядерным оружием. Поэтому, мне кажется, на этой должности он должен быть чисто номинальным. То есть, он не должен принимать никаких решений. Посмотрим, как это будет работать. Очень это интересно. Потому что это сильно блокирует возможности Путина единолично принять решение по ядерным ударам. Значит, он как-то решил этот вопрос, назначив Белоусова. Дело в том, что... Вы же понимаете, вот о чем идет речь. То есть, мы говорим, что Шойгу был готов ударить в интересах Китая ядерным оружием. Но готов ли Шойгу был ударить ядерным оружием в интересах Путина? Вот вопрос. И, может быть, ответ как раз в том, что Путин убрал Шойгу, именно в этом кроется ответ. Что он не готов был в интересах Путина действовать. Ну, таким образом имеется в виду. А каков теперь ваш прогноз по ядерной войне? Насколько теперь она стала менее возможной? Я не знаю, насколько менее возможной. Я не обладаю информацией изнутри. Но думаю, что Путин развязал себе руки. Каким образом, я не знаю. Но как-то развязал. Вячеслав, вы же говорили, что Шойгу никогда не снимут. Я не говорил, что Шойгу не снимут. Я говорил, что это маловероятно. Что, конечно же, будут китайцы его пытаться защитить. Видите, у них не хватило сил защитить Шойгу. То есть, вы же видите, что китайцы, конечно, очень хотели, чтобы поставили Медведева. И остался Шойгу. Но Путин-то этого точно не хотел. Кто-то, кто поумнее, ну и кто имеет прямое отношение к международному организованному преступнику. И оставив Шойгу, то тебя быстро прибьют. Мгновенно. То есть, считай, что ты себе подписал смертный приговор. Скрипач не нужен. А зачем? Если есть Медведев, который выполнит любой приказ Китая. Есть Шойгу, который вообще самый главный китайский агент. Поэтому Путин, видно, сдрефил. То есть, те, кто ему это советовали. Может быть, они нас с вами слушают. А это тоже очень важно. Информационный мир, информационные бомбы иногда таким странным образом врезаются. Конечно, Белоусов это протеже международного организованного преступного сообщества. Я не удивлюсь, если Путин с кем-то связывался. Ему говорят, слышь, ты нас хочешь атомными бомбами закидать. Он говорит, да что вы как в, помните, страх и ненависть в Лас-Вегасе. Когда ты хочешь зарезать меня с вами большим ножом. Кто сказал зарезать? Я просто хотел вырезать у тебя маленькую букву З. Так и здесь. То есть, Путин говорит, да нет, вы что? Я сейчас уберу эту Шойгу. Он поставлю его этим в Совет Безопасности. Он никакого опасности не представляет. Вот будет ваш друг большой Белоусов. Он же представитель международного организованного преступного сообщества. Он ориентирован на Запад. Это совершенно очевидно. Хотя он и ворует вместе с Китаем. Но ориентирован он на Запад. Он из тех ребяток. И поэтому, конечно, это сделан такой жест доброй воли. Именно для Запада. Чтобы можно было сесть за стол переговоров. Честно, я не ожидал. Ну как, ожидал, что может такое случиться. Но если бы ставил деньги, я бы поставил на Шойгу. Потому что там все было нормально. В этом отношении Мишустин он оставил. Да, такой вариант запасной. Что Китаю не очень выгодно, что Путин подыхал. Будет исполнять обязанности Мишустин. То есть, это неудобно. А сейчас-то вообще супер неудобно. Представляете? Там Мишустин. Здесь этот крендель, да. И получается такая ситуация, что чтобы сохранить ситуацию, вот как Мишустин, Белоусов, ну и кто будет там на генеральный штаб возглавлять, я не знаю. То Путина надо кончать. За Запад. То есть, подошел и подвел к тому, что сейчас скрипач не нужен. Так он не нужен был бы Китаю. А так он не нужен будет Западу. Потому что все, они разруливают. Вот они всех поставили. Очень у них удачно все получилось. А помнишь ты, как с пьяной у рта, всему миру кричал, что Шойгу не уберут? А борода? И чего? И это что? Это какое-то событие сверхъестественное, что ли, Шойгу? Шойгу живой человек, да? Его убрали. И что с того? Поставили руководителем, секретарем Совета Безопасности на место Патрушева. А те оппоненты, которые оппонировали, они говорили, Патрушев станет там чуть ли не президентом и так далее. Понимаете? А Патрушев вообще нахер выгнали. Ну, Шойгу сказали, слышь. То есть, вернее так, Патрушев с этим, с Бастрыкиным, с Бортником, очень хотели убрать Шойгу. Патрушеву сказали, ну, все, Шойгу убрали. Правда, на твое место. Бойся своих желаний. Каждый человек может ошибаться, это нормально. Это не ошибка Анастасии Коробова. И это определенное видение, определенные движения. Я же не знаю, какие там разговоры Путин с мопсами провел в последние дни. Вы же понимаете, что это были разговоры с мопсами, где они там какие-то вещи от него требовали, и там делают шаги навстречу. Он с ними договорился, это совершенно очевидно. То есть, они им сказали, мы тебе сейчас поможем с переговорами там по Украине, а ты сделай вот такие шаги. Откуда мы знаем, что они там будут решать? Мы можем прогнозировать какую-то китайскую линию, там или западную линию. Сейчас время делать какие-то шаги Китая. Почему Герасимова не видно? Не знаю, но она не дурак. Слава, хоть и слух, что Мишустин, настали премьеры по настоянию Си? Я думаю, что нет. Но Си Цзинфин не очень хорошо знает Мишустина, и тот ему присягнул менее года. Нет, китайцы в такие игры играть не будут ни в коем случае. Тем более, Мишустин всю жизнь грабил бюджет на этих, на НДС, на налогах, на добавленную стоимость. То есть, он очень близок к олигархам, очень близок к олигархам путинским, которые все прозападные, вы понимаете. То есть, он с ними деньги делит, с международным организованным преступным сообществом. И Белоусов это из этой же компании. То есть, вот эта компания победила прозападная. Обратите внимание. Но свалили при этом Фатрушева. Теперь Сина тратил Лукашенко на Путина. Не исключено, что конфигурацию немножко им сломали. очень не исключено совсем. И теперь, конечно, китайцы какие-то шаги будут такие нетривиальные предпринимать. Очень интересно, что будет дальше. То есть, сейчас Путин должен поехать к Синцзенпину и рассказывать ему, что все нормально, все под контролем. И получается, да, получается, вроде Путин прокитайский. Он говорит, да, давайте, работайте со мной. Ни с какими, ни с министрами обороны, ни с какими премьер-министрами, а только со мной напрямую. Вассал моего вассала не мой вассал. Так что мои вассалы, это не твои вассалы, Синцзенпин. Очень интересно, очень интересно. Но тот, кто сделал, подсказал Путину, конечно, подставил его лихо. Потому что сейчас с точки зрения Запада лучше всего уничтожить Путин. И я думаю, что в ближайшее время мы получим такое предложение от западных товарищей. Потому что своими руками они не будут это делать. Сто процентов кто-то, ну, мы, не мы, сто процентов получит такой заказ. Может, я глупо скажу, но, может, Путин наконец-то понял, что его хотят слить и начинает брыкаться. Конечно, он понял, что его хотят слить, но брыкается он очень неэффективно. То есть, если бы, допустим, он отбрыкался от Китая и полностью сейчас в руки мопсов попал. Им сейчас очень выгодно, вот именно в этот момент, там, в ближайшие 2-3 месяца уничтожить Путина. Очень выгодно. То есть, если бы он поставил Медведева и оставил Шойгу, это было бы выгодно сделать Китаю, зачистить Путина. Потому что он сейчас, крепач никому не нужен, ни Западу, ни... Ну, Китаю сейчас он нужен. То есть, тот, кто сделал его и убедил, что ты будешь нужен Китаю, если будут управляемые люди на всех местах, которыми ты управляешь, но которыми Китай не сможет управлять. Вот тогда ты нужен Китаю. Да, это так. Но тогда Путин не нужен Международному Организованному Преступному Сообществу, потому что этими людьми именно оно управляет. Вячеслав, Китай может ликвидировать Путина за такой, Димаш? Не, не может. Китай ни в коем случае сейчас его не тронет, потому что Китай может решать теперь только с ним. Ни с Мишустиным, ни с Белоусовым, ни с кем он не может решить, понимаете? Удивительно. И обратите внимание, оставил всех вице-премьеров, которые были раньше, которые все международные преступники и мало связаны с Китаем. Те, кто связан с Китаем плотно, они как-то все оказались, ну не то что не у дел, но на своих постах они их никуда не продвинули.